Привет друзья! Как известно, большинство растений получают необходимые питательные вещества из грунта, на котором растут. Но что же делать растениям, обитающим в местах, где в почве не хватает питательных веществ для нормальной жизнедеятельности? Как ни странно, но в процессе эволюции природа позаботилась и о таких видах зеленых культур, и выработала уникальный для растительного мира механизм выживания, ловлю и поедания живой добычи. Такой способ питания позволяет в условиях обедненных почв усваивать из насекомого при его переваривании такие полезные для растений вещества, как соленатрия, калия, фосфора и азота. С вами канал Топ Смайлз, и сегодня мы покажем вам 8 уникальных растений-хищников, которые наверняка вызовут у вас удивление. Поехали! Дианея или Венерина мухоловка Является совершенно особенным по своей природе растением. Листья ее выглядят как пасть неведомого чудища, которое усеяно колючками-клыками, выполняющие роль решеток в клетке. И когда листок захлопывается, добыча уже не может выбраться из него. Вдоль внутреннего ряда клыков растения имеются специальные железы, или по-другому чувствительные волоски-триггеры, которые вырабатывают приятно пахнущий нектар, привлекающий насекомых в ловушку. И когда же случайная жертва касается этих волосков, моментально срабатывает электрический импульс, и ловушка намертво захлопывается, начиная процесс переваривания. Внутренние стенки хищника выделяют подобие желудочного сока и поглощают полезные вещества. И когда же заканчивается процесс переваривания, который длится около 6-12 дней, ловушка открывается опять, ожидая новую жертву, а от предыдущей остается лишь высохшая оболочка. Когда же насекомое не задевает волоски-триггеры, или задевает только один, ловушка не захлопывается, и это нужно для того, чтобы она не срабатывала по ошибке, при попадании на нее капель воды или листьев. Исконная среда обитания венериной мухоловки являются преимущественно торфяные трясинные болота, где почва имеет в составе малоазота, например, на Атлантическом побережье Америки, в штате Флорида, Джорджия или Северная Каролина. Росянка Они являются одними из наиболее распространенных растений среди насекомоядных и растут преимущественно в Австралии и Новой Зеландии. Насчитывая около 100 видов, наиболее типичным их представителем является росянка крупнолистная, нередко растущая на болотах умеренной зоны северного полушария. Еще одно прозвище этого растения звучит как санджи, то есть солнечная роса, и это вполне логично, ведь листья этого цветка напоминают небольшую тарелочку, верхняя часть которой покрыта многочисленными волосками, а на кончиках находятся искрящиеся на солнце капельки клейкой пахучей жидкости, привлекающие внимание потенциальной жертвы, и в случае успешной охоты, лишает ее возможности спастись. Листья росянки необычайно чувствительны, ведь достаточно легчайшего прикосновения, и все ее волоски приходят в движение, изгибаясь к центру в стремлении как можно щедрее облепить жертву клейким веществом, и переместить ее в самую середину листа, где находятся пищеварительные ворсинки. В конечном итоге лист смыкается над бедным насекомым, превращаясь в подобие крошечного желудка. Этот желудок выделяет жидкость с органическими бензоиновой и муравьиной кислотами, которые расщепляют белки жертвы до более простых соединений, и усваивает их. От насекомых остаются лишь нерастворимые ферментами хитиновые покровы, которые вскоре смываются с поверхности ловчего листа дождем или уносятся ветром. Нипентес хищный или кувшиночник Средой обитания еще одного плотоядного растения под названием непентес являются тропические леса в восточном полушарии планеты, от Мадагаскара и Сейшельских островов, до юго-восточной Азии и берегов Австралии. Растет он в основном как лиана, обвивая стволы деревьев, но нередко встречаются и кустарники. К его виду относятся более 150 видов хищных растений. Своё название кувшиночник получил за особую форму листьев, напоминающую кувшин, что помогает ему собирать дождевую воду, и отличительной особенностью и весомым преимуществом этой ловушки кувшина является внушительный размер, который может достигать более 30 сантиметров в длину. На внутренней его части стенок располагаются железы, вырабатывающие нектар и воск, вследствие чего, нектар заманивает добычу, а гладкий воск не даёт ей выбраться наружу. Поэтому жертвами растения становятся не только насекомые, но и амфибии, ящерицы и даже мелкие млекопитающие. В зависимости от размеров пойманной жертвы, процесс переваривания может длиться до двух месяцев. Интересным фактом является то, что некоторые виды обезьян используют кувшины непентеса в качестве стаканов для питья. Ведь их размеры слишком велики, чтобы хищный цветок мог им навредить. Альдрованда пузырчатая Является плотоядным водным растением, средой обитания которого является сточная вода. И, как правило, из-за отсутствия корней, стебли свободно перемещаются по всему водоему и достигают в длину от 6 до 11 сантиметров. А сами же ловчие пузырьки-ловушки находятся вместе с листьями под водой. Питается хищник водными насекомыми и мелкими ракообразными. Ловушки прикрепляются к черенкам, которые содержат воздух, позволяющий растению плавать, и, имея размер в 2-3 миллиметра, состоят из долей, которые захлопываются, как капкан. Эти доли направлены наружу и покрыты тонкими чувствительными волосками, которые позволяют ловушке закрыться вокруг любой жертвы, если она оказывается достаточно близко. То есть, когда насекомое зацепит волосок, пузырь открывается и втягивает добычу внутрь вместе с водой. Причем происходит это за десятки миллисекунд, что является одним из примеров самого быстрого движения в животном мире. Затем начинается переваривание пищи. Обитает хищник только в пресных водоемах на западе Европы, в Африке, Азии и Австралии. Дарлингтония калифорнийская. Также является родом насекомое и одных растений, семейство сара цейоневые, и встречается на болотах на севере Калифорнии и Воригоне, в горной местности на запруженных лугах в лесной тени. Очень часто ее называют коброй, из-за трубчатых листьев, своей формой напоминающих это животное с раздутым капюшоном. А мелкие листовые придатки желтого или красновато-зеленого цвета, похожи на раздвоенный змеиный язык, и придают еще большего сходства с вышеупомянутым животным. Трубчатые листья, достигающие до 1 метра в высоту, на верхушке раздуты в кувшин со скользкими внутренними стенками и маленьким отверстием снизу, и являются ловушкой-лабиринтом для насекомых. Они выделяют очень резкий запах, привлекающий насекомых, которые, попадая внутрь, больше не могут выбраться наружу, ведь весь лист покрывают прозрачные пятна окошки, являясь обманками, благодаря чему жертвы в ловушке теряют ориентацию на настоящий выход, и вследствие чего становятся пищей для растения. Перевариваясь в пищеварительных соках, хищник получает дополнительные питательные вещества. Дарлингтония калифорнийская является очень редким растением, которое на просторах бывшего СНГ, да и в Европе, купить довольно сложно. Библис Это род хищных растений порядка яснотосветные, являющиеся невысокими кустарниками до 70 сантиметров в высоту, и имеющие в поперечном сечении длинные круглые листья, которые покрыты множеством чувствительных щетинок и желез, выделяющих сильное клейкое вещество. Насекомые, садясь на него, прилипают, после чего стебель наклоняется, и Библис поглощает свою жертву, а выделяющийся листьями сок помогает растворить и переварить добычу. Самый крупный представитель рода способен поглощать лягушек и улиток, птиц, и даже мелких грызунов. Другое название Библиса звучит как радужное растение, из-за красивых цветков фиолетового или белого оттенков. Ареалом его обитания является Северная Австралия и Юг Новой Гвинеи. Австралийские аборигены когда-то верили, что Библис даже способен поймать и переварить человека. Но все же это не мешало им использовать листья растения в качестве источника клея. Сарацения. А этот яркий представитель насекомоядных растений обитает в болотах и является корневично-травянистым многолетиком, входящим в число наиболее больших лотоядных растений. Имеет очень насыщенные цветы и ярко-зеленые ловчие листья, которые выделяются малиновыми линиями капилляров, и отличаясь достаточно большим размером, собраны в розетку. Возвышаясь над растением, его строение отдаленно напоминает урну с довольно широким отверстием сверху, либо же трубковидный кувшин. И попав в такую ловушку, насекомое обречено. Жертв привлекает очень сильный аромат нектара, создателем которого является нектароносная железа, которая выделяет его в довольно больших количествах. Внутри на поверхности стенок ловушки имеются специальные волоски, которые позволяют двигаться жертве исключительно вниз. И попав в капкан, назад уже дорога невозможна. Добыча моментально начинает растворяться в пищеварительном соке, в результате чего растение получает необходимый для его жизнедеятельности азот, магний, кальций и калий. Сегодня эти чудо-растения можно приобрести во многих цветочных магазинах, в том числе и через интернет. И если у вас есть желание украсить свой дом и одновременно очистить его от надоедливых насекомых, то эти зеленые кишники вполне могут вам помочь. Жирянка Этот хищник представляет из себя род многолетних насекомых и одных растений семейства пузырчатковые, и является одним из представителей в своем роде, у кого имеются настоящие корни. Название растения пошло от слова «пингуэс», то есть «жирный», ведь у него очень маслянистые листья, покрытые блестящей клейкой массой. В народе же ее называют как синяя жирянка, либо масляная трава, а произрастает она в районах северного полушария Южной Америки и Евразии, и насчитывает около 65 видов, встретить которые можно на торфяных болотах, по берегам ручьев, на мхах и деревьях. Размер ее колеблется от 3 до 16 см в диаметре, а механизм ловли насекомых сильно напоминает тросянку. Листок покрыт большим количеством мелких клейких капелек, железы, и часть этих желез выделяют сладкую слизь, другая же часть – фермент для пищеварения, вследствие чего насекомые, привлеченные запахом жира, прилипают к листу. В результате чего хищник вытягивает все живительные и питательные вещества, необходимые ему для жизни. Затем лист разворачивается и ждет очередную порцию гостей. Если понравилось видео, жми на лайк. Также буду очень благодарен всем, кто нажмет на колокольчик, так как вы первыми узнаете о новинках на канале. Напишите в комментариях, какое растение вам понравилось больше всего. И спасибо всем, кто досмотрел до конца. До встречи.